Над повесткой муниципального форума «Управдом» плотно поработала областная ассоциация председателей Советов многоквартирных домов. Восемь объемных вопросов затронули все ключевые аспекты ремонта, содержания домов и прилегающих к ним территорий. За шесть лет существования региональной программы в округе капитально отремонтировано 363 многоквартирных дома. Программу несколько раз корректировали, пока не было найдено новое решение. В 2019 году был сформирован план на 2020-2022 год и заключен единый контракт на три года. С чем это связано? С тем, что подрядчики повсеместно не успевали исполнить контракты единовременно за год. Поэтому было такое принято решение. Соответственно, им были увеличены сроки разработки проектно-смертной документации, чем сейчас и занимается подрядная организация. По плану до 2022 года в городском округе должны быть отремонтированы фасады, кровли, инженерные системы, подвалы и фундаменты у 149 домов. В том числе заменены лифты в 12 МКД. Еженедельно по четвергам в администрации проходит совещание, где обсуждается исполнение работ. Управдомы тоже могут присутствовать. От ремонта капитального к ремонту текущему. 183 подъезда будут отремонтированы в этом году, в том числе 59 с привлечением средств жильцов. Адресный перечень сформирован по результатам мониторинга региональной жилищной инспекции по решению собрания жителей. Ремонт считается выполненным при условии положительного заключения приемочной комиссии, в которую также входят члены совета дома. Рассказали управдомом и о плане комплексного благоустройства 17 дворов в 2021 году. Проектировщики учли особенность каждой территории, включая тропинки, которыми пользуются жители. Масштабные работы предстоит выполнить в Монино на улице Алкснеса и на улице Беляева в Щелкове. Мало двор отремонтировать, его нужно обслуживать по правилам благоустройства. На эти работы управляющая организация обязана закладывать дополнительные расходы и средства на содержание дома, на что жители идут неохотно. Один из путей решения – предложить гражданам ставить двор на кадастровый учет, платить земельный налог и распоряжаться территорией уже по-хозяйски. Затронули на форуме вопросы о формировании тарифов на тепловую энергию, заключении договоров на осмотр внутриквартирного газового оборудования. Известны случаи, когда из-за одной семьи страдал весь дом. Устаревшие газовые колонки и плиты нанимателям с невысоким достатком меняют за счет муниципалитета. Нужно только написать в администрацию заявление. В повестке Щелковского управдома на этот раз получилось довольно обширные. Восемь вопросов, и последний из них касался работы МОСОБО и ИРЦ. Суть претензий граждан озвучила председатель Совета депутатов. У нас в городском округе вопрос работы МОСОБО и ИРЦ – это самый кричащий вопрос. Поэтому работа офиса – это хорошо, но она должна быть плодотворной. Ошибки происходят на этапе миграции, когда новая управляющая компания переходит к нам на расчеты со своими жителями. Когда приходят к нам жители для того, чтобы исправить ситуацию, вносятся изменения в программу, и следующие платежки выходят уже дальше. К вопросу о работе МОСОБО и ИРЦ управдома решили вернуться на следующем форуме. Председатели были достаточно активными. Мы добились определенного движения вперед, в том числе, в первую очередь, по вопросам с МОСОБО и ИРЦ. И мы утвердили основную стратегию, что на форумах мы будем рассматривать основные стратегические вопросы для улучшения благополучия жителей в городском округе Щелково. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.